О, привет, мои маленькие любители хорроров! Сегодня мы продолжаем проходить игру Cry of Fear. Итак, в предыдущей серии мы убили босса и перешли в следующую главу. Ну, по сути, это всё, что мы сделаем. Так, мы сохранились, но я на всякий случай ещё раз сохранюсь. Босса звали Савил, мы убили его с попытки с четвёртой или первой, фу, точно не с первой, либо с четвёртой, либо с третьей попытки, вот. Так что, пока что движемся дальше. Он был вообще не страшный. Ой-ёй-ёй-ёй, ты кто такой? Ты что вообще? Я не был готов к такому. Что ты с убивать-то? Мечисть. Да? Ладно, видимо, у нас... Там, видимо, вторая выбежала. Так, я пока не понял, как с ними сражаться, и, видимо, на ножах просто невозможно это сделать. М-м-м, у нас осталось три патрона, это значит, что нам этого не хватит, чтобы убить Брокоди Аброиту. Так, ладно. Так, и мы знаем, что там ещё одна, которая убила меня со спиной. Жуткий тварь, а? Патрона. С молотками, главное, все. Кто-нибудь только молотки дал. Да умри. Выбежит тут. Умный самый. О, шприц, отлично. Давненько мы здоровья не встретили. Чёрт, господи, мне показалось ещё один. А это всё тоже труп. Да, игра, на самом деле, местами очень сильно пугает. Но, иногда она... Там, где должна быть страшная, бывает совершенно не страшная. Вот, например, здесь она должна быть совершенно не страшная, но мне стремновато. А вот на боссе, когда она должна быть, по идее, страшной, она была вообще ни о чём. Что было обидно. Если бы, конечно, была бы битва в кромешной тьме, тогда бы, да, тогда было бы действительно очень страшно. Но, ненадолго это ощущение бы продлилось. Ладно, везде ящики, ящики. Что вообще в них хранится, я не понимаю. Так, здесь у нас что? Здесь у нас кладовочка. Что у нас в кладовочке? Венцом. Хорошо. Что можно сделать с венцом? Правильно, выпить. Так, ну, вроде ничего такого необычного я здесь не замечаю. Так что, мы можем просто выходить отсюда. Но, как мы знаем, в играх не делается ничего просто так. Наверняка мы зашли сюда и активировали какой-нибудь скриптик. Теперь, видишь, дядьки будут убегать нас, кусать за попку. Ладно, что-то я разошёлся сегодня. Так. Что же здесь? Здесь мы снова видим ещё одну комнату. Наш телефон. Отлично. Он уже довольно долго не садится. Ну, в принципе, старые телефоны, они такие. Но, когда работает фонарик, они действительно быстро разряжаются. А этот прям, смотрю, держит заряд на полное. Так, что у нас здесь? Газета. Что за газета? Ничего не вижу. Блин, потом на паузе надо будет приблизить. Пока ничего не видно. Так. Идём сюда. Тихо. Ух ты. Мы же уже выбрались на улицу. Обалдеть. Так. Быть не может чудо. Это очень хорошо, что мы наконец на улице. Потому что эти вот замкнутые помещения уже, если честно, немного поднадоели. Тихо. Тихо, 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 тихо. Собаки, отстаньте. Фу, фу, фу. Тихо. Опять застрял. Так, ещё один помер. Я просто не знаю, как с ними сражаться, имея в руках нож. То есть они как-то на очень большую дистанцию бьют, на самом деле. О! Дубинка. Ну, я не думаю, что она сильно лучше, чем нож. У них альтернативные атаки, как минимум. Ну, ну, тоже неплохо. Дубинка, это хорошо. Но мы её, естественно, испытаем. А в следующем враге, которого встретим. Так, что это у нас? Журнальчик. Чтобы вызвать номер. Ай, 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 ай. Значит, вызвать. Давайте запишем телефон на всякий случай. 5, 4, 3, 2, 1, 4. Хорошо. Значит, мы убираем телефон. Ну, позвонить-то по нему. Я не знаю. Пропустил что-нибудь там говорить. Комбайн и клип. Ага. Вот, чтоб я чуть-чуть пораньше признал, что так можно делать. А что, мы можем сделать? Вот как-то... Так. Ай, нам этого не хватало. Ну, ладно. Что уж там. Пусть будет так. Да как вызвать-то номер? Номер-то как позвонить-то как? Я пропустил, что там было написано. Ну, и вот теперь думай. Комбинировать? Наряд ли. Как же по тебе звонить? Как же по тебе звонить? Нет. Сажать тоже не получается. Не вариант. Можем... Не хета мы можем использовать. Может, эф... Блин, придется загружаться. И это плохо. И очень обидно. Итак, отлично. Мы добрались до сюда. И теперь что? Что нам нужно сделать? Нам нужно прочесть, как это дело все использовать. Тукал номер? Презет. О, господи. Зет. Отлично. Теперь мы знаем номер. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Четыре. Окей. Кто это? Кто это? Ну, в общем, этот парень сказал, что тьма это наш новый путь. И нам нужно запомнить эти номера для того, чтобы пройти дальше. Вот. Понимаете, что нас пропустили дальше. Вот так. Значит. И... На третий слой. Жмых. Наркоманщик проклятый. Теперь мы... Оружаемся пистолетом. Пошли дальше. Хотя мы можем, скорее всего, сделать вот так. Вот это. Дуал. Вот с этим. Отлично. А, вот он. И пас. Пять. Два. Четыре. Семь. Замечательно. Открыто. Вот. Крестик. Отлично. Нажимаем. Так. Тут никого нет. Но хотя бы мы не подождем. Это закрыто. Тоже дверь закрыта. А вот тут что-то сидит. Нет? В общем, что тут попка, это нога, это голова. Монах какой-то. Нет. Вроде никого нет. Хорошо. Тут что-нибудь есть такое интересненькое? Не? Тут тоже почему-то ничего-то нет. Ладно. А тут? Ну, тут есть проход. Так, надо быть внимательными и смотреть на пол. Я больше понимаю, что вы сейчас уже раз сто откричите в комментариях. Пропустил! Пропустил! Тупик. Тупики? Тут тупик, там тупик. Хорошо. Что бы это значило? Ладно. Будем двигаться сюда. А, я заблудился, видимо. Дверь откладывается. Дальше. Или подождите. Я шел сюда. А, ну логично же, поднялся по лестнице. Теперь я не верю сюда. Сюда. Там слышали что-то. Ооо. Где? Где дядька с пилой? Покажите мне его, я его размотаю. Сзади, что ли? Это он лестницу починял? Ага, дверь закрыта. Замечательно, тут я не хочу. Усталкивай, я сошел дядьку с пилой, я туда не хочу. Так. Ладно. Движемся. Так, иди, откуда я потерялся, блин. Ни хрена ж не видно. А-а-а, он двери запиливает. Хе-хе-хе-хе. Сейчас будет пул. Нет, странно. Давай, хочу дозу адреналина мне. Дозу адреналина мне, давай. Хе-хе-хе. Так. Тут ничего. Ну, я готов, я готов, я готов. Пссс, опять дверь запилил, поди. Так, тут у нас спуск вниз. Хорошо, идем ниже. Ну, собственно, это было не сильно страшно Я ожидал чего-то пострашнее Так, прыгай вниз Хорошо Пока что движемся дальше Это у нас как-то так достаточно стремительно прохождение идет О, ешки-матрешки, какие-то не хотели Так, сохраняемся Хорошо И двигаемся дальше О, низу-ка Музыка офигенна на самом деле Ё-моё, чтоб ты сдохла, падла Кстати, так он стреляет пистолет гораздо медленнее, но Глаза кинули заплывшие Ладно, это было не сильно страшно Было даже скорее смешно Ну, я тебя видел, мой друг Ты что, глупый? Что ты делаешь? Я хочу выбраться отсюда Мне надо, мне надо так Вы видели? Я мурки развязал Похранить Так, сейчас мы что сделаем? Мы Волоклип вместе вот с этим У нас патроны закончились для пистолета? Ну-ка А, мы не можем, видимо, перезарядиться Когда у нас Кончаются патроны Понятно Так, видимо, все-таки придется сделать вот так Совместное использование Тут Лучше все же пользоваться Ну да, я не ожидал Что-то вздрогнул Не вспомню Я ему только руки развязал, а Энергии-то у нас уже нет Ладно Попробуемся на пока Подарянется Что ж Такой-то Тут жирные парни Что с ними жизни сделал Ладно Честно, я не слабо боюсь скримеров Больше нравится, когда Ноги не дают атмосферу Так Высоковато Ай, шо ж Машу ж мать-то, шо Вы сдохли все падлы А-а-а Уври Уври, пусти меня Пусти меня Там два твоих друга, которые гады А-а-а Так, что-то это было страшновато Лот-гейм Последний слот Хорошо, что мы сохранились Так, мы по большому счету Знаете, что мы можем сделать? Мы можем его даже не трогать Зачем мы, собственно, только О, где отмарать? Как и вас двоих Даже троих Немного пролезть О, смог Ну и что? Кто теперь здесь главный? Ха Ха-ха-ха 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 Я ваш кошмар не могу я их бить и бог с ними пусть они дальше стоят тревожно что и там сзади вдруг у них хватит могла заползти наверх но думаю что этого не случится вернее надеюсь на это так что же у нас здесь судя по всему мальски к выходу но почему я не могу выйти отсюда и замыть должен быть спуск моего нет просто ходить застать меня убить их чтобы пролезть дальше вы извращенцы вот не достает нас вот так можно спокойно зарезать патрон-то тратить зря почему нас не достаёт а мы его достаем ладно в общем мы разобрались с этими тремя веселыми ребятами и что мы делаем дальше спускаемся вниз начинаем искать обследовать что же мы здесь такого найдем в воде да по большому счету вроде бы ничего кроме того что тут сухо а где я мокро так видимо мокро от меня когда я свалился увидел этих трех дядей стало мокро ладно иного просто объяснение я найти нема когда что-то не подумал можем же наверное вот так сломать это все дело хорошо ладно те кто дядек мы убили люди люди спасите меня люди ну видимо не слышат я могу по машине завести что-то тут видимо водители просто расплющила много смотрите как получается машина видимо оттуда из воздуха прилетела из космоса и вот так видимо кто-то как будто халк швырнул ее все понятно мы во вселенной его не дисси универсс так живой кусок мяса это пирог все понял так что у нас здесь кто-то из-под земли наклевываться не хочет вот по моему здесь сейчас наклюнется видите что-то такое непонятное я не наклюнусь ладно я дальше по правилу лево руки пройду а тупик хорошо так ну благо оттуда хотя бы никто не нападет ну что класс вручай зацепил зараза да умри ты уже хватит она прям ах бесят меня так а подлечиться там еще и нечем ну замечательно вообще ладно ну как с нашим персонажем хорошо он уже начинает ходить в раскорячку так встаю гады кто-то знают чего-то это последний на котором тратим патроны на следующих мы их тратить не будем почему потому что мы наверное попробуем их отколошматить дубиной буду надеяться что это скажется положительно ну не страшно ну правда мне вообще не пугает ну вода ведь в autocon а чисто длинный коридор кончится и нам пипец увалил его ну боже что мой сколько можно было его бить то ваши руки вспотели так этим гадам мы покончили давайте искать следующих гадов текстура похожа на стену фугас че сказал на лицо похоже текстура так мы правила левой руки мы хотя бы вышли какое-то сухое место и это уже чуть-чуть поприятнее кстати видимо мы здесь тоже могли выйти в сухое место но я не хочу идти знать почему а убрали угадали потому что там могут эти гады сидеть так умирать категорически не хочется поэтому возьмем в руки пистолет интересно сверху над нами были какие-то патроны или что-то там дыхе так ну вылезаем и будем разбираться там и видим видим у нас уже осталась только одна обойма это сейчас застреливаем дальше только можем перезаряжаться так что-то это место мне не нравится никоим образом открыто вылезти гады могут откуда угодно мы конечно можно залезть сюда нам боюсь что у них иногда хватит мозгов чтобы пролезть то есть 99 процент случаев они на не сделают вроде я не пока что просто стало с нам жизней на один удар я конечно не особо сейчас осматриваюсь и я думаю вы это поняли я это понял где-нибудь каску-то уж поможет голове лишний раз ударит ничего не случится осматриваюсь я потому что не хочу чтоб какая-то гадость выпрыгнула у нас за спиной когда мы будем искать что-нибудь интересненькое или вкусненькое патроны и лечилки ну ладно видим мы уже все обыскали и гадость никакая не выпрыгнет теперь нам надо искать лечилка и че звучит забавно хорош жизнь жизнь надо искать так все мы пришли персонаж просто прям выдохся от того что мы с ним сейчас сделали всего лишь немножко пробежались так все таки здесь что-нибудь есть пожевать то зачем они делали это место чтобы просто так вот дать сказать даже пожевать нечего конечно но так вот походи посмотри что понравится но мне конечно много чего понравился просто фонарь на что с ним делать вот это я совершенно не понимаю ну ладно так прыгай давай я уже вижу что никак не выберешься так надо искать нам чем будет лечиться а то этого действительно мало так честно как они говорят сюда вылезет тоже да видите какая-то странная штука на двери вроде бы ничего страшного здесь нет да ура сохранение отлично сохранение куда лучше чем аптечка хотя это это тоже неплохо что одно продлевает твою жизнь что второе продлевает твою жизнь ну что дорогие друзья я предлагаю пока что на этом заканчивать увидимся в следующей серии так что подписывайтесь ставьте лайки будет много всего интересного такие дела